МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24, студия Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новые правила работы с контрольно-кассовой техникой. Сделаем мир добрее. Саровчане стали волонтерами на чемпионате мира по футболу. Жизнь в движении в нашем городе стартовал летний проект ФИЗРА. Далее расскажем обо всем подробно. 1 июля начался очередной этап реализации 54-го федерального закона, который регламентирует порядок работы предпринимателей с контрольно-кассовой техникой. Согласно новым правилам, круг организации индивидуальных предпринимателей, которые должны обязательно использовать в своей деятельности кассы, значительно расширился. Однако следовать новым правилам можно не всем. Для кого сделали исключение и на что нужно обратить особое внимание при выборе оборудования, расскажем далее. С 1 февраля 2017 года в нашей стране поэтапно вводится новый порядок работы с контрольно-кассовой техникой, который предусматривает передачу данных о расчетах в налоговые органы через специальных операторов. Работающие в сфере торговли компаний и индивидуальные предприниматели стали отправлять налоговой службе данные о каждой совершенной сделке в режиме онлайн еще в июле прошлого года. В этом году список предпринимателей, которые должны освоить новую технику, расширился. Розничная торговля организации переходит с 1 июля. Потом общественное питание организации переходит с 1 июля на онлайн-кассы и индивидуальные предприниматели. Если у индивидуальных предпринимателей есть работники, то они должны переходить тоже на онлайн-кассы. Онлайн-кассы имеют ряд своих преимуществ. Если раньше предприниматель вынужден был приносить кассовый аппарат в налоговый орган при ее регистрации для осмотра, ждать 5 дней и при этом заполнять всевозможные формуляры, теперь зарегистрировать кассовый аппарат можно за 10 минут через личный кабинет на сайте ФНС России. А заменить блок фискальной памяти можно самостоятельно один раз в 13 или 36 месяцев. При этом онлайн-касса должна соответствовать определенным требованиям. Корпус, на котором должен быть нанесен заводской номер ККТ, наличие внутри корпуса часов реального времени, наличие принтера для печатных фискальных документов, наличие внутри корпуса фискального накопителя, возможность передавать фискальные данные в фискальный накопитель. Также кассовый чек теперь можно отправлять покупателю в электронном виде. Его можно распечатать или проверить с помощью специального мобильного приложения по штрих-коду. Конечно, есть ряд предпринимателей, которых не коснулись изменения в законе. В своей работе кассы могут не использовать те, кто официально сдает в аренду собственное жилье, создает и продает изделия народных и художественных промыслов, оказывают услуги по ремонту обуви, газетные киоски, кредитные организации и компании, занятые на рынке ценных бумаг, а также кондукторы и предприятия общественного питания в образовательных учреждениях. РАДОСТЬ МОЯ Полки склада заполнены детскими игрушками, одеждой, обувью и констоварами. А значит, можно с уверенностью сказать, что добра в этом мире гораздо больше, чем зла. Двери гуманитарного склада открылись в конце февраля, и с тех пор здесь активно помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И, как показала практика, тех, кто готов помочь нуждающимся в нашем городе, немало. Помогающие люди, вот знаете, основная черта портрета, что они хотят часть своего времени потратить на то, чтобы кому-то помочь. То есть они созрели для того, чтобы сознательно сделать этот шаг. Понимаете, ведь можно же выбросить и на помойку, и она гораздо ближе, она в двух шагах, что там в пакеты покидал, да вынес, это все вывезется. Детские кроватки, коляски, средства гигиены для малышей, инвалидные коляски, вещи. В качестве помощи можно принести практически любые предметы, но главное, чтобы они были в хорошем состоянии. Мы берем классическую литературу, действительно хорошую русскую литературу, либо детские книги, но тоже надо смотреть, какие они. Зимой это верхняя одежда, обувь. Обувь всегда. Обуви мало. Вот у нас вот посмотришь, у нас, конечно, наверное, покажешь, что ее много. На самом деле вот такой хорошей обуви, которую можно дать человеку, маловато. Волонтеры центра «Радость моя» приглашают к сотрудничеству предпринимателей и другие городские волонтерские движения и неравнодушных горожан. Самыми необходимыми и востребованными по-прежнему остаются обувь и продукты первой необходимости. На прием пожертвований склад работает три дня в неделю. Во вторник, в четверг и в субботу. На выдачу помощи в субботу утром. Саров включен в угрожаемую зону карантина по бешенству. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области. Карантин продлится до 29 августа. Очагом распространения и заплеваний стала территория лесного массива в районе улицы Силкино. На период действия карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля с животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта, а также реализация сырого молока. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который уравнивает электронные и бумажные полисы ОСАГО. Речь идет об упразднении двойного учета страховых полисов в бумажном и электронном виде. Каждому такому документу будут присваивать уникальный порядковый номер, благодаря чему исчезнет необходимость печатать полисы на бланках. В первую очередь это облегчит жизнь тем автомобилистам, которые приобретают ОСАГО самостоятельно через интернет. Сейчас владельцы так называемых электронных ОСАГО вынуждены распечатывать их и предъявлять потребования сотрудников ГИБДД. После принятия новых поправок необходимость в этом исчезнет. На 100 баллов ЕГЭ написали почти полтора десятка саровских выпускников. Как сообщили в департаменте образования, идеальные результаты в этом году показали 14 ребят. Из них 6 на экзамене по физике. Для сравнения, в прошлом году 100 балльных работ было гораздо меньше всего 9. Юных саровщан приглашают провести досуг на свежем воздухе. Напомним, с начала лета в нашем городе реализуется областной проект «Дворовая практика». Под эгидой Центром нешкольной работы в Сырове открылись игровые площадки, куда может прийти любой ребенок в возрасте от 7 лет и старше, вне зависимости от того, ходит он в клуб по месту жительства или нет. Проект «Дворовая практика» работает по будням с 16 до 20 часов. 32 команды участниц и 12 стадионов в 11 городах. Впервые в истории наша страна принимает одно из самых значимых спортивных событий – чемпионат мира по футболу «ФИФА». В подготовке мундиаля были задействованы самые разные специалисты, но большинство организационной работы взяли на себя волонтеры – люди с активной жизненной позиции. Волонтерская программа чемпионата мира включает 20 направлений. Среди тех, кто оказался причастным к главному футбольному событию, были и саровчане. Стадион «Мордовия-Арена» спроектирован и построен специально для чемпионата мира по футболу и вмещает почти 45 тысяч зрителей. В основу внешнего вида стадиона легло изображение солнца – главного символа древних мифов и легенд мордовского народа. Побывать на одном из стадионов в мундиале посчастливилась саровчанке Дарьей Турсуновой. Она стала волонтером главного мирового спортивного события этого года. Немного кто смог бы работать за идею. Я смогла и я не пожалела, потому что, во-первых, это великолепные эмоции, это возможность увидеть людей из других стран. Даша вместе с другими волонтерами, попавшими в категорию сервисы для зрителей, находилась на гейтах или в чаше стадиона и направляла болельщиков на нужный сектор спортивной арены. Волонтерам приходилось зачастую преодолевать языковой барьер и отвечать на все вопросы и просьбы иностранных гостей. Волонтеры все абсолютно носили значки с буковкой «I» по-английски. То есть он означал, что вы знаете все, и то есть к вам люди могут подойти, и вы ответите на их любой вопрос. Как нам говорили, волонтер не знает слово «не знаю». Перед чемпионатом волонтеры прошли обучение, которое состояло из теоретической и практической частей. Вторую проводили на самом объекте. Ребят знакомили с инфраструктурой стадиона и учили правилам поведения в конкретных ситуациях. По словам Даши, весь причастный к организации персонал получал огромное удовольствие от общения с иностранными болельщиками. «Иностранцы – они очень открытые люди. Также попадались и те, которые пытались немного пофлиртовать. И попадались те, когда я просила снять очки, они их снимали вот так на лоб и говорили, ты хочешь посмотреть на мои красивые глаза». Волонтеру Дарье Турсунову удалось поработать на всех четырех матчах, которые проходили на стадионе в Саранске. За время проведения игр девушка познакомилась с болельщиками из Перу, Колумбии, Японии, Ирана и Португалии. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Автобиографическая повесть Рея Брэдбери «Вино из одуванчиков» вдохновила творческий дуэт саровчанок Марии Вихаревой и Дарьи Латашевой на организацию летнего акустического концерта. В программе «Музыкального вечера» живые песни под гитару, которые необычным образом переплетаются с искусством танца. Подробности далее. Талантливый человек, талантлив во всем. Фотограф, а по совместительству музыкант и исполнитель Дарья Латашева своим примером полностью подтверждает слова немецкого писателя. В перерывах между съемками она спешит на репетиции, а в свободное от работы время подбирает аккорды к новой полюбившейся песне. На предложение принять участие в акустическом концерте посреди книжных стеллажей согласилась, не раздумывая. Эмоции, которые исполнитель получает от общения со зрителем, трудно передать словами. Я сейчас наполнена абсолютно энергией, которую ты отдаешь, люди себя отдают. Ты вступаешь в такой круговорот энергетический, когда себя заряжают. У меня немножечко отдышка. Вот, очень классно все. Солнце встает над руинами, зеленый чай – очевидное и невероятное. Сами названия исполненных на концерте песен передают летнее настроение. Организаторы продумали программу музыкального вечера до самых мелочей. Взрослые зрители смогли погрузиться в мир приятной акустической музыки и глубокой лирики. А дети приняли участие в интерактивных играх. Люди, которые приходили на творческий вечер, уже должны были иметь такое воодушвленное настроение. А после вечера, я думаю, что настроение еще стало выше. Мне даже до слез, серьезно. Было очень трогательно. И вообще все это как-то было организовано здорово. И игры, и танцы, и песни. Вот голос у Даши замечательный. Сплетение музыки, хореографии, литературы и прикладного творчества. На создание музыкальной программы Марию Вихареву и Дарью Латышеву вдохновило известное произведение Рея Брэдбери «Виной задуванчиков». На концерте звучали цитаты из этой повести, а также песни известных исполнителей. Репертуар подбирали из собственного музыкального плейлиста. Получился своеобразный женский взгляд на исполнительское и танцевальное искусство. Все получилось так, как мы хотели, даже немножечко лучше. Мы не ожидали, что будет такое количество людей. Мы еще в процессе, как люди подходили, подтаскивали стулья. Атмосфера потрясающая. Мы очень рады. Теплую атмосферу на вечере создавала по-домашнему уютные чаепития со сладостями и выставка украшений ручной работы. И многое другое. Стать участником летней программы по поддержанию хорошей физической формы можно на любом этапе и при любом уровне физической подготовки. Занятие спортом на свежем воздухе в лучах заходящего солнца, по мнению Ольги Пановой, замечательная идея. Девушка присоединилась к проекту в прошлом году и с нетерпением ждала его продолжения этим летом. Физра на улице – это очень хорошо. Тут комфортно заниматься. Много народу. Ты не один тут. И это один из поводов выйти на улицу. Потому что дома мало кто занимается дома физрой, а здесь это организовано. Ритмичная музыка, рекомендации тренера и минутные перерывы между упражнениями, чтобы отдышаться и сделать глоток воды. Если раньше человек не дружил со спортом, то час интенсивных тренировок может показаться вечностью. И чтобы не сбежать занятий, нужно правильно распределить нагрузку. Если ты приходишь в первый раз, самое главное – не переусердствовать. Иначе потом будет все болеть и не захочется потом идти. То есть лучше начинать постепенно, и тогда тебе все понравится. Самое главное – получить удовольствие от этого. Легкая разминка, чтобы разогреть мышцы, а затем уже работа в быстром темпе. Наклоны, отжимания, прыжки. Все упражнения просты и знакомы всем со школьных уроков физкультуры. Ольга Белошицкая разработала программу тренировок с учетом возрастных и индивидуальных особенностей всех участников. Становимся рукой, тянемся просто в уголок. Тоже, ну, вот в темпе. Для выполнения упражнений не требуется никакого дополнительного инвентаря. Главное – слушать свой организм и помогать ему. Для этого нужно записывать, сколько сделал подходов сегодня, чтобы в следующий раз увеличить нагрузку. Это позволит за три недели тренировок улучшить физическую форму. Вот для чего в школе физкультура? Для того, чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии физическом. Вот мы здесь вместе этим занимаемся. Все. То есть здесь нет цели похудеть или потолстеть, накачаться. Здесь есть цель просто нормально себя чувствовать. Курс тренировок рассчитан на три недели. И если есть желающий присоединиться, то это легко можно сделать на любом этапе. С собой нужно принести коврик и бутылку воды. А главное – желание сделать свою жизнь немного другой и найти в ней место для спорта. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru. В студии для вас работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok